По словам председателя городской думы Юлии Рокотянской, главный финансовый документ тщательно рассмотрели на всех профильных комитетах. В нем ушли пожелания и предложения горожан. Я хочу подчеркнуть все-таки, что бюджет в этом году имеет ярко-социальную направленность. Знаете, когда на публичных слушаниях передо мной сидела женщина и говорила, мы планируем вообще рожать детей с учетом того, только когда будет строить или не строится детский садик, это уже говорит о многом. В нашем городе первые основные задачи, мы говорим должны о демографическом развитии, наш город должен развиваться. Так, по вопросам, касающимся строительства объектов в социальной сфере, в 2019 году запланирована разработка проектной документации для строительства школы в Кальном, а также детского сада в Семчино. В горроще продолжится строительство школы. Будет проведено проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Зубковой и пристроек к пяти детским садам для размещения ясельных групп. Бюджет сохранит социальную направленность. Доля расходов на образование, культуру, спорт, а также социальную политику составит почти 80%. Предусмотрено повышение заработной платы отдельным категориям работников в соответствии с майскими указами. На финансирование образования направят более 6 миллиардов рублей, культуры – около 500 миллионов рублей. На благоустройство города выделят свыше 400 миллионов. Для ремонта и содержания автомобильных дорог предусмотрено чуть больше 100 миллионов рублей. Ожидается поступление более 500 миллионов рублей субсидий из областного бюджета на ремонт дорог. На поддержку ЖКХ направят 130 миллионов. На формирование комфортной городской среды – около 15. Примерно треть суммы пойдет на ремонт дворовых территорий. Остальная сумма – на благоустройство территорий общественных. На заседании Рязанской городской думы депутаты сформировали ряд поручений администрации. Ей предстоит разработать муниципальную программу, которая касается развития отдаленных районов города. Тех поселков, которые вошли в состав Рязани, но проблемам которых не уделялось должного внимания. Все работы в рамках бюджетного финансирования будут контролироваться депутатским корпусом. Планы и отчеты, в которых будут указаны сроки работ, объемы и ответственные лица, городская дума будет рассматривать ежеквартально. По всем направлениям работы будут определены приоритеты. Юлия Рокотянская подчеркнула, что необходимо выстроить системную работу и обеспечить строгий контроль со стороны депутатов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».